Полимолочные кислоты широко используются в 3D печати. Они являются безопасными биоразлагаемыми полимерами и в настоящее время проходят исследования по созданию из них оболочек для лекарственных средств. И, соответственно, сейчас ведется достаточно много работ, где меняются какие-либо свойства, то есть чтобы увеличить эффективность доставки, сделать более безвредным, более, скажем, целевое, чтобы было поступление в организм в какие-то определенные клетки. Ученые Казанского федерального университета модифицировали полимолочную кислоту, существенно снизив ее температуру стеклования, приблизив ее к 36 градусам. Полученный полимер имеет перспективы применения для 3D печати оболочек лекарственных средств. Статья об этом была опубликована российским информационным агентством ТАСС. Полимолочная кислота, как известно, нетоксична и широко применяется. Однако существуют различные модификаторы, которые делают ее более безвредной, занимаются какие-то побочные эффекты. В нашем случае мы вводили макросиклические соединения, которые также нетоксичны. В данном случае у нас получилась температура стеклования. Как известно, человеческий организм имеет температуру примерно 36-37 градусов в норме. При том, как промышленная, так называемая коммерческая полимолочная кислота, она имеет температуру значительно выше. Кроме этого, ученые испытывали полученные полимеры на связывании с некоторыми красителями, которые являются моделями лекарственных средств. Казалось, что действительно именно введение наших макросиклов приводит к тому, что полимеры начинают связывать эти красители. В то время как немодифицированные полимолочные кислоты, как правило, вообще не пропитываются. Соответственно, это можно считать, как первоначальную пробку, попытку достигнуть связывания лекарств. Данные исследования выполнялись при поддержке Российского научного фонда. В нем участвовали специалисты двух кафедр физической и органической химии Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Универньюс.